Всем привет! И сейчас я покажу, как я готовила наливку из шелковицы. Вместо шелковицы вы можете взять любые сезонные ягоды, которые у вас есть. Ягоды засыпаем в 3-х литровую банку. Количество ягод 2,2 кг. И добавляем к этим ягодам 800 г сахара. Банку с ягодами закрываем салфеткой и оставляем на 4 дня для брожения. Через 4 дня снимаем салфетку и сверху ставим водяной затвор. Периодически можно перемешивать эту всю массу, снимая водяной затвор, а потом обратно его надеваем. Водяной затвор стоит на банке в течение 12-20 дней, до тех пор, пока брожение в этой банке не закончится. Итак, наступил финальный этап. Брожение закончилось в этой наливке. Теперь можно сливать мезгу, процеживать ее через мелкое сито и разливать полученную наливку по бутылкам. Мезгу я процедила. Сейчас просто чистую наливку разливаю по подготовленным бутылкам. Бутылки эти закрываю крышками и ставлю в темное прохладное место для хранения. А мезгу, которая получилась, будем ее использовать во второй раз. Сделаем вино на основе этой мезги. И сейчас покажу, как я это делала. В итоге у меня получилось 1 литра 800 мл готовой натуральной наливки из шелковицы. В составе только шелковица и сахар. Такую наливку вы можете сделать с любой сезонной ягоды. Пока есть сезонные ягоды, делайте наливку и вино. Потом зимой будете пропитывать сухофрукты для панеттона и штолина. Шелковицу, которую я процеживала, эту всю массу оставляем, не выбрасываем. Сейчас перекладываем обратно в ту же самую банку. Добавляем 1,5 литра воды и 400 г сахара. Накрываем салфеткой и оставляем в теплом месте на 2 дня. Через 2 дня все процедим. Мезгу можно будет выбросить. А этот сироп, который получился, оставляем на брожение. Ставим водяной затвор и оставляем в темном, теплом месте на 12-20 дней. Когда брожение прекратится, все готово вино. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И вы приготовите вино или наливку, которую потом будете использовать для пропитки сухофруктов для штолина или панеттона. И если это видео было для вас полезным, поставьте лайк, напишите комментарий. Мне это будет очень-очень приятно. Всем хорошего дня!